всем добрый день вы на канале и решу меня зовут ирина сегодня мы с вами разберем одно из направлений итогового сочинения 2017 2018 учебного года верность и измена если для вас это интересно то оставайтесь со мной у меня на канале уже есть видео в котором я показываю пример написания сочинения по одной из приблизительных тем этого направления но мы с вами будем двигаться по стандартному моему плану я вам расскажу с каких точек зрения можно взглянуть на это направление предложу книги для аргументации и предложу список цитат которые могут быть использованы в качестве тем для написания тренировочных сочинений по этому направлению и от вас я снова жду предложений в комментариях тех тем которые вам непонятны или которые вам интересны и после того как я выпущу практику мы по всем остальным направлениям я пойду по второму кругу и сколько успею сделаю еще практикумов снова по всем направлениям и если вы смотрите это видео сразу после выхода или через пару дней то в ближайшее воскресенье на моем канале будет трансляция в которой мы будем разбирать предложенные вами темы из разных направлений поэтому если вы хотите чтобы я разобрала тему которая интересна вам то заходите в мою группу вконтакте следите за новостями там будет объявление о времени трансляции и в комментариях под этим же объявлением можно будет предлагать темы ну а чтобы не пропускать выход видео на моем канале обязательно подписывайтесь на него нажимаете колокольчик и тогда как только видео выходит вам будет приходить уведомление и вы будете в курсе всех важных новостей и так о направлении ведности измена на сайте фипи сказано что это направление можно рассматривать как противопоставление качеств человеческой личности то есть проявление верности и проявление измены и рассматривать эти качества стоит с философской этической и психологической точек зрения и давайте подумаем в каких ключах могут быть сформулированы темы из этого направления если мы говорим о философской позиции о философском подходе то темы будут наиболее общими да и они будут затрагивать отдельно понятие верность отдельно понятие измена или сопоставление этих понятий этическая сторона будет затрагивать взаимоотношения людей дружеские взаимоотношения любовные взаимоотношения и И взаимоотношения с окружающим миром, например, с миром природы. Ну или наоборот, взаимоотношения мира природы с человеком, например, верность животных людям. И психологическая точка зрения подразумевает обращенность внутрь себя, то есть верность или измена себе своим принципам, убеждениям, установкам. И переходим к аргументам. Начнем со взаимоотношения людей. В плане верности и измены. Ну, самое прямое понимание это верность и измена в любовных или в супружеских отношениях. Конечно, проще всего в художественной литературе найти примеры супружеских измен. Вспоминайте «Войну и мир» измену Элен Курагиной, Пьеру Безухову. Анну Каренину главная героиня изменяет своему мужу. Грозу Островского Катерина изменяет своему мужу. Хоть и морально, но все равно изменяет. Тихий Дон Шолохова Аксинья изменяет своему мужу. И так далее, и так далее. Много примеров вы обнаружите. Но стоит иметь в своем арсенале аргументов и примеры верности людей в браке, верности своим возлюбленным. Вспоминайте опять же «Войну и мир» Толстого. Пьер, несмотря ни на что, хранит верность Элен. Главная героиня гранатового браслета Вера сохраняет верность мужу. И такой неоднозначный пример это верность Маргариты мастеру, но при этом измена мужу. Это жизненный пример, то есть любовь Маргарита не предала, но супругу изменила. Дальше. Верность другим людям, друзьям, знакомым и так далее. Максим Максимович сохраняет верность Печорину, Печорин же его забывает. Гринёв и не думает совершать никаких подлостей, Швабрин же предает Гринёва. И третий пример приведу. Здесь предательство со стороны жены, но не измена. Жена Монтега, главного героя 451 градуса по Фаренгейту, Ре Брэдбери, сдаёт мужа закону, подвергает его наказанию, но это не супружеская измена. Кто читал, тот понимает, о чем я говорю. Дальше давайте поговорим о верности своим принципам или о предательстве своих принципов. И также сюда можно включить темы, затрагивающие верность Родине или наоборот предательство Родины. Сюда идеально подходит, если про Родину говорим, пример из Сотникова, пример поступка Рыбака. Также пример из Тараса Бульбы, пример поступка Андрия. Ну а сохраняет верность своим принципам Маленький принц из одноимённого рассказа Антуана де Сент-Экзюперии. И, например, Чичиков из Мёртвых душ Гоголя. Ну, я думаю, благодаря моим перечислениям вы поняли, что аргументов к этому направлению можно подобрать великое множество. Всё зависит от конкретной формулировки темы. И ещё раз подытожу, что вам нужно иметь в своём списке аргументов к этому направлению. Аргументы к темам, которые могут затрагивать супружескую верность и измену. Верность и предательство друзей. Затем своих принципов по отношению к Родине и к миру природы. Кстати, про это я не сказала, но, например, верность животного своему хозяину отражает рассказ «Белый бим, чёрное ухо» Троепольского. И предлагаю вам цитаты, которые я подобрала к этому направлению. Ещё раз напоминаю, что вначале перед каждой цитатой вы можете ставить формулировку из разряда «Подтвердите или опровергните высказывание», «Согласитесь или опровергните цитату Гёте», например. И в комментариях к этому видео вы можете предлагать на разбор не только те темы, которые сейчас увидите, но и любые, которые вам попадаются, входящие в это направление. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, то обязательно ставьте ему лайки, рекомендуйте своим друзьям. Подробную информацию ищите на моём сайте. Если у вас есть вопросы не по теме этого видео, то задавайте их в моей группе ВКонтакте через функцию «Предложить новость». И будьте с Ири Шоу, ведь я всё решу. Совсем скоро увидимся. Всех люблю, целую. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!